Всем привет, давно не виделись сегодня, я расскажу вам о том, что я понял со своими 27 лет. Я покупал такие нереально крутые полки, фотографировал нереально накачанных парней, красивых девочек у себя дома, просто уровень его в класс. Хочу сказать, ребят, знаете, я люблю свою Диану, и мы просто бести-бестия. 27 лет я потерял маму, как вы знаете, это было совсем недавно. Прошло уже достаточное количество времени, чтобы я не стоял здесь в слезах, фотографии всегда со мной, тут фотка на полароиде всегда рядом. 27 лет это такой возраст, вы знаете, достаточно тяжелый для людей, которые хотят поменять свою жизнь и делают все для этого. Друзья, забрали меня в Тель-Авив, здесь очень классно, я пробыл здесь уже дней 10-15. Очень красивые граффити, здесь очень все свободные. Я занимаюсь спортом каждый день, очень большие банки. И как начать заниматься спортом? Ну, я, честно сказать, я очень люблю спорт, и меня это очень сильно мотивирует видеть результат. Конечно же, здесь, на солнце, в этих прекрасных лофт-апартаментах, здесь все сопутствует тому, чтобы ты занимался спортом, был счастливым. Очень многое поменялось на тему моего окружения, конечно же, потому что вот отойдя со стороны, посмотрев на свою жизнь в Москве, я хочу сказать, что я просто все осознал, очень многое понял. В какой-то момент появился человек, и, возможно, я думал, может, мне нужны открытые отношения. Потом я сейчас понимаю, что нет, мне не нужны блядства, мне блядства хватает в моей жизни. Я ревнивый очень, поэтому сейчас никто мне не нужен, а нужен только я сам себе. Потому что я занимаюсь собой, занимаюсь своими делами, у меня большие банки, у меня есть чем заняться. Вот, в 27 лет я понял, что у меня всего лишь один друг, самый близкий, и есть достаточно близкие, просто еще человек пять, которые, я знаю, что никогда меня не предадут, которым от меня ничего не нужно. Потому что, когда я летал из Москвы, мне всем что-то нужно было, даже близким друзьям, а они не понимают, что я очень открытый, доверчивый, и все мной пользуются постоянно. То есть, как бы, ну, даже не то, что пользуются, я начинаю хуеть потом. Всем что-то от меня нужно, и я так хочу всех заблокировать, нахуй, если честно. Вот. У вас было когда-нибудь такое желание? Потому что мне прям хочется иногда всех заблокировать, а я, в принципе, так и сделаю, как сказала моя подруга Аня. Да, нужно иметь правильное окрушение хороших людей рядом, потому что иногда я общаюсь, да, я забываю, что я звезда, и я общаюсь с людьми моего уровня, как все говорят. Ну, я люблю людей разных, интересных, но когда они начинают высасывать из себя все, или тянуть себя на дно, или просто вы с ними деградируете. Ну, мне бы что-то комфортно было всегда деградировать с такими или тупыми немножко людьми, или немножко такими отвязными, но ничего из себя не представляющими, или с нищей, я оба меня очень люблю водиться. Нет, все. Вот это, как бы, мне уже я вырос из этого, тем более, когда у тебя появляются банки, как бы, да, ты понимаешь, что, ну, как бы, весело, да, и ты, типа, рискуешь, допуская их в свою жизнь, там, общение, все. Но, мне кажется, всех переблокирую нахуй, и все, потому что в Москву я возвращаюсь абсолютно другим человеком, с другими интересами, приоритетами. У нас запускается подкаст уже через месяц, я думаю. Посмотрите, просто небольшой кусочек с двумя моими другими ведущими. Подкаст будет называться «Бензопила». Так что скоро вас ждут приглашенные гости, классный формат. У меня запускает свой шоу. Мы продолжаем снимать для вас. Прилечу в Москву, поснимаю, как я на машине езжу в спортзал, я поэтому соскучился. В Толевию море, солнце, свободные люди, куча фотопленки, фотографии этих граффити. Сейчас вам покажу небольшую вставку. Ну, я, первое, хочу сказать, что здесь настолько круто, что я себя чувствую то ли в Амстердаме, то ли в Берлине. Толевию очень изменился, и самое главное, здесь нереально крутые граффити. И вообще просто посмотрите на случайные улицы, на которые я попал. Это какой-то космос. Что я вообще делал в Москве? Я не понимаю. Ребят, здесь вот сейчас зашел в магазин и все понял. Покупал энергию в ТОС себе. Зашел в магазин, там 4.20, флаги. Тут какой-то двор зашел. Ну, это просто какая-то локация для съемок. В общем, это просто какой-то урбан. И весь город вот такой. И там девочка вся в пирсинге. Нереально красивая. Просто музыка ЛСД играет. Трип, ЛСД-трип такой. И я все понял. Я понял, что в нужном месте я в космосе. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дет. Чего нам это стоило? Дет. Дет. Чего себе не отказывать? Полу-голые парни играют в пятницу. Давай, разложим вот все тогда, вот тут-то останавливаемся. Дет. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Много горячих людей вокруг Однажды я зашел в смоук-шоп Кстати, купил там вот такую Нереальную пепельницу Там вот такой вот Пришелец В Москве есть чем заняться Потому что еще хотел бы подбирать на такую тему Что вы оставите после себя Смотрите, ваша комната Когда вы умираете Ваши близкие Если друзья у вас есть, надеюсь, что они у вас есть Ваши вещи все будут Разбирать Они все останутся Потому что после того, как мама умерла У меня как бы остались ее вещи Их очень много И это очень больно было первое время Но там причем ее любимые платья Мои любимые платья В которых она с детства такая С такими персиками Такая классная Дольче Габбана Там у нее Шанель Любимые все И, блин, Диор Там все это вот у нее Ее любимое Оно все осталось со мной Но также, когда человек уходит С ним вместе приходит Потом сознание многих секретов Я очень надеюсь, что мама вообще меня Слышит, она рядом Потому что Я не успел с ним попрощаться И вот самое страшное Вот в больницах Когда в московске есть Там реанимация Туда не пускают И мне иногда кажется Что мою маму там просто убили Не спасли Я не знаю смысл уже Разбираться в этом или нет Но за пару дней Ее просто не стало Какой-то ИВЛ Там все Это очень тяжело И больно осознать и думать Но мы все, конечно же, умрем Но я так боюсь думать о том Что она испытывала в этот момент Я не успел не то что с ней попрощаться Я не успел ни за руку ее подержать Ничего И мы не успели покататься на кораблике На котором у меня были билеты Что она мечтала на этом покататься То есть Как бы у меня очень сильный уровень боли Очень сильные есть причины И не страдать Но то, что вы оставите после себя Я не знаю Может у вас там фаллосы дома Я не знаю То есть как бы люди Ваша бабушка Все они потом увидят О, сыночек-то у нас Развлекался Нихуё В общем, как бы, да Будьте бдительны И вообще чистите свое пространство Я считаю, что это очень важно Потому что Все, что останется после вас Людям с этим жить Кстати, у меня просто У меня тут количество вещей Которые я купил Она просто анрил Это вот с секонд-хенди Я покупал такие нереально крутые футболки Вот это, кстати, тоже Просто регби Такие штуки всякие У меня очень сильный заеб Есть один Вот Такой очень изъебистый В плане вещей Я Очень люблю собирать дома всякий хлам Для кого-то Но для меня Это просто настоящие находки Эту книгу я забрал у диджея Из дома Одного Он мне ее подарил Хотя не хотел Даже вот Подписал мне эту книгу Меня, кстати, заблокировали Опять нахуй в инстаграме Заебись Но их выписали Потому что мне уже как-то не хочется инстаграм Кстати, у меня есть новый мой телеграм-канал В котором я иногда пишу свои мысли Рассказываю что-то Посмотрим, в каком формате я выберу Дальше общаться в телеграме Вот он мне подписал эту книгу Не знаю, нахуй я, правда В общем, вот Вот такая вот у меня нереальная книжка есть Теперь Она просто вот у меня будет лежать Посередине квартиры Буду сдавать свою квартиру Тысяч за сто С выходом на крышу, конечно же С камином Чтобы те, кто там живут Усопщики обязательно спалили ее На крышу полезли Кто-нибудь с крыши грохнулся Вот мне было бы замечательно, конечно Кто хочет у меня там полазить Из кровати на крышу Чтобы меня нахуй выгнали оттуда Из моей квартиры Собственно Коммунальные платежи 25 тысяч в месяц Заебись живем Ну ничего, короче Вот книжка Я к тому, что такие вещи У меня вот целый музей дома Кстати, я понял, что я вообще Не собираюсь умирать Я, конечно же, возможно, скоро сдохну Но, если честно Вообще не хочется То есть мне не хочется умирать Я это понял, потому что Я хочу жить долго Я не хочу в больнице там умирать Ничего Я хочу жить Вот, мне нравится жить Поэтому вот эти все вещи Которые у меня как музей дома Ребят, я их настолько сильно люблю Я прям раньше был такой Очень Очень Заюбистый В плане Я вот это все вот мое Началось с того, что моя собака Аксель Начал грызть мои любимые вещи То есть у меня была игрушка дома Из Америки С тех времен Вы все помните, да? Мой роскошный путь на YouTube Потому что, кстати, меня здесь Узнают постоянно В Тель-Авиве Тель-Авивцы Израильцы То есть они говорят и по-русски И по-еврейски Не знаю по какому То есть Они меня узнают И в спортзале И владелец этого отеля С шикарного плэй Там, ну, менеджер Привет-привет То есть просто все Тут, блин Знают меня Я понял, что я реально Феймос оказывается Это сучка-то Я феймос сучка Вот В подкасте уже расскажу Там много чего Отвечу на все вопросы Короче, я к тому, что Все эти вещи Они мои любимые Они Ну, когда моя собака Погрызла мои любимые вещи У меня была злая истерика Когда моя мама Начала выкидывать мои вещи Пока я оставлял ей квартиру У меня тоже была Жесткая истерика Я говорил, нахера Она все меняла Там, как она хочет Под себя Тоже была злостная истерика Когда кто-то брал мои вещи Поносить не возвращал Я, блядь, вот так вот это А сейчас я понял Когда у меня полетело Две флешки С контентом Где я фотографировал Нереально накачанных парней И красивых девочек У себя дома Просто уровня Волд-класс моделей Полетела флешка С тысячи фото Потом снял видео Полетела флешка Потом полетел Один из пяти Хард дисков На которых С времен Моего Джастин Бибер Выступления Целый фильм обо мне Где все селебрити От Малахова До всяких Чуриковых Волковых Все вот это вот Габарат Обо мне Все куям полетело И я, вы знаете Как-то уже Что-то еще у меня полетело Что-то еще, блядь У меня все там Сладно Я уже думаю Да я хуй бы с ним Вот знаете Да и хуй бы с ним Завороть им Но Это, конечно, очень обидно Особенно я снимал Влог огромный Там На Дубае Все полетело Куям тоже, конечно же В общем, бывают Такие вот досады Но мне уже как-то Потом похуй Понимаете Похуй и точка Но то, что останется После вас У меня После меня останется Музей Вот я хочу Какой-то музей Желудя сделать Потому что у меня Столько вещей Столько всего Вот Кстати, думал я тут О детях Потому что Мы с Лизой Хотели Подумать Насчет ребенка Как бы, да Вместе Но Как бы Немножечко Наверное Все-таки попозже Все-таки Сейчас Такое время В общем То, что останется После вас Все Вот это будет Потом Оставаться вашим Если у вас есть Надеюсь, друзья Оно останется Все это будут Смотреть Разбирать А это так Дорогова Но никому Другому Дела Нет До ваших Пиздатых Бульдогов Керамических Которые у меня В ванной До вашей Огромной Одежды Я вообще думаю Может быть Кстати, заняться Сейчас открыть Шоурум Своих Вещей И вообще Вот какой-то Такой Не секонд Ну, как бы Да, не секонд Или шоурум Возможно Хоть я не люблю Такое все Но у меня Столько Пиздатых Вещей И я отсюда Кое-чего Привез Что Не только для себя Но и в Москве Типа Тоже можно Это Продать Хотя Я не люблю Вот этот Бизнес Потому что Знаете Это как бы Однолечит И заработал Тысячу рублей Меня вообще Не интересуют Доходы Тысячи Пять Тридцать Тысячи Все очень Так вот Хорошо Нет Мне наоборот Нужна На самом деле Была бы Поддержка Если кто-то может У нее есть Донейшн Алерс Внизу Кажется Все хорошо Но меня просто Друзья Вывезли сюда Как бы На самом деле Похороны Дело такое Небюджетно Получилось Очень жестко Это все Спасибо всем Кто помогал Кстати Помог Мне не очень Хватило Конечно Но Буду как-то Что-то думать Что-то делать Поэтому Подписывайтесь Там будут Стримы Через день Сейчас я прилетаю В Москву Через пару дней Будут у меня Стримы Постоянные На канале Стоптусовка Подписывайтесь И на мой новый Телеграм-канал Напишите Что вы хотите Видеть внизу Короче Такая история То, что останется После вас В вашей квартире Это очень важно Что вы будете С этим делать Потому что Для нас это ценно Я прям Зажопочник Я хочу все это С собой забрать Не дорогие вещи Я не люблю Брендовые вещи А именно Вот Пиздаты Футбол Там Если это Никому Поэтому Не всегда Страшно Что мой Чемодан Потеряется Потому что Там прям Блин Всего Самый сок Всегда Со мной В чемодане Если у меня Потеряется Чемодан То Это Будет Треш Не заблокировали Зарабатывают Тогда Да Поэтому Если у кого-то Есть Какие-то мысли Насчет того Что вы хотите Видеть в моем Телеграме Или Просто Какие-то мысли Я не хочу Много говорить О себе Кстати Мне это не интересует Так вот Все Души Вываливать Может быть Я схожу На какое-нибудь Интервью Выберу Может быть К Шурову Пойти Не знаю Но пока Думаю Если честно Мне как-то Хочется Что-то такое Может быть Другое Поэтому Зовите На интервью Может быть Приду Вообще Прайс-лист На мои услуги Сейчас скажу Поскольку Время нелегкое Выступление Пять Песен На день рождения Где-то Восемьдесят тысяч Ну вот Просто приехать Поздравить Увидеться Пообщаться Пятьдесят тысяч Может быть На девичник На какой-то Куда-то еще Видео Поздравления На день рождения Куда-то Двадцать тысяч Романтическое Свидание У меня Дома Сто тысяч Я кстати Не охуевший Я как-то Надо жить Не знаю И как бы Вот примерно Так А кто хочет Чего-то Большего То Как бы Извините Там уже Прайс Пиздец Но я Кстати Уже С этим Грязным делом Залезал Так вот Возможно Даже Я уже Даже Мне кажется По девушкам В какую-то Сторону Прям Вообще По девушкам Вот Честно Не хочется Быть сейчас Популярным Почему-то Хочется Быть спокойным В своем мире Потому что У меня Эта популярность Конечно же Она Ну сейчас Вообще Не знаю Не катит Нравится Быть Тешнее Не рассказывать О себе Реальную Информацию Хорошо Что меня Заблокировали На инстаграме Уже Второй раз У меня Как-то Ну там эти Сторис Все пили Пили Так же Потерял Контакт С огромным Количеством Людей Но И мне Некуда Фотки Выставлять Поэтому Так что Подписывайтесь Кстати Еще В подкасте Наверное Новостную повестку Буду обсуждать Всю Которое Происходит Не знаю Или все-таки Можно и тут Попробовать Потому что Это интересный Такой формат Вот такая Вот История Нереально Классный Отель Я вообще Сам такой Побольше Стал Вот туда Хожу В спортзал Здесь Такой Нереально Крутой Номер В стиле Лофт На отеле Что называется Play Не знаю Как бы Они должны Мне в следующий раз Play Если вы смотрите Пожалуйста В следующий раз Мне на неделю Можно хотя бы Дать бесплатно Номер С боксерской грушей Потому что Должна была быть Боксерская груша В номере Но Ее Сука Нет И мне дали Апгрейд Как бы На двухэтажный номер Вот Я в него завтра Переезжаю Тут уже Три дня Потому что Не оказалась На фото Боксерской груши Здесь Поэтому Отель Play Мой любимый О май гад Посоветовал Мне ее Саша Берт Его Саша Берт Саша Берт Это моя любовь Мы потеряли Контакт с ним Потому что Меня заблочили Все Просто потерял Контакт со всеми Ну Хлопи с ним Не знаю Живу За деньги Проституток Потому что Ну Это все Мне помогают Друзья Просто Да И Проститутки Мои подруги Я их называю Так Дырки Дырка Одна такая Первый раз Работала Говорит Я дырка Я что дырка Ну дырка Если ты считаешь Что это дырка Значит дырка В общем Я вообще отдыхаю Ничего не делаю Не работаю Но мои подруги Работают И кстати Сейчас такая ситуация Что нам Полиция Три машины полицейских Долбили в наши номера С друзьями Потому что девочки Работают Просто Посадили на 7 лет И депортация Короче Все это такое Мы не открыли номер Вот Я вообще Как бы просто Со стороны Здесь все Нахожусь Не знаю Как бы Просто отдыхаю И ни хера такого Как бы Я не занимаюсь Таким всем Я это не осуждаю У меня просто Я на отдыхе был И вот уже хочу В Москву За руль Кататься Но тут истории Пиздец Нас уже не посадили На 7 лет Из-за того Что просто Девочки работали Вот Компания у нас Прикольнее Конечно Но я один Семья люблю быть Вот Однажды я зашел Тут в smoke shop Тут же Regalize Там сидит девочка В пирсинге Вся Везде Марихуана И всякие Приспособления Музыка Транс Такая Лос-Дэ играет Это первый день В Тель-Авиве И я понял Что здесь Очень круто Как бы Да Потому что Ну вообще Антураж Там все это Продается И девочка Вся В пирсинге Красивая Такая На расслабоне С татуировками На вайбе Я говорю Это лучший магазин В мире Я говорю Yes А я говорю И парень И хиппи Такое То есть Как бы Тут много всего Такого Конечно Я не Ну я еще против Как бы Травы И всего этого Против наркотиков Потому что Как вы знаете Давно уже В завязке И Борюсь с этим Очень сильно Внутри себя И я желаю Каждому из вас Если у кого-то Был такой опыт Любой Бороться За себя Начинать Как можно раньше Потому что Ребята Ну продолжать Планировать Следующий Эту тусу И считать Что тусы Это круто Нет Я давно Борюсь с этим И Каждый раз Который был Последний Был ужасен И Люди Которые Вокруг Планируют Дальше Или которым Неплохо Которым нравится Это не Не мой Абсолютно Не такое Отношение У меня Как у них К этому Здесь вы понимаете Человек Который борется Он уже Не любит Тустить И это все Поэтому Для меня Это в таком Прошлом И я Все делаю Чтобы Подальше От этого Отойти Так что Всем желаю Такого же Я уже давно Не мальчик Мне уже 27 И Борюсь Смеяться Смеяться Надо мной Не нужно Смейтесь Над собой Лучше И боритесь Сами За свою Куню Смеяться Над людьми Которые Борются С зависимостью Не советую Все таки Кому-то смешно А кто-то Даже не понимает Как это устроено Поэтому Даже долго Об этом говорить Не хочу Так что Проехали Вот В Москве Поэтому Новым бизнесом Каким-то Займусь По-любому Хочу вам рассказать Про То что я сделал Со своим лицом Я сделал углы Как вы видите Добавил по миллилитру Вот сюда Я Я не буду Говорить вам Много слов Я уже тысячу лет Говорю о том Что все мои подруги Всего нос Филеры у меня И теперь еще углы По одному миллиграмму Я вам дам контакт Обязательно сейчас Потому что Это не какой-то там Косметолог Который мне бесплатно Что ты сделал Нет Это моя любовь Всей моей жизни Это Стелла И доктор Алекс Доктор Алекс Который сделал мне Эти углы Я считаю Что это просто космос У меня свои красивые Но я добавил По миллилитру Клиника называется Aslips В Москве Нос Без операции Делают Как бы Ну Только там Пожалуйста Делайте Только у Стеллы Углы У доктора Алекс Клиника Aslips Я оставлю вам Инстаграм внизу Из любого Вашего носа Без операции Вам кляну Вот я вот руками Ногами отвечаю За качество И за люкс И за то Как вам сделают По Не экстра люкс Пиздец Цене А по Хорошей цене Говорите Люкс Это стиль Это эстетика И это Не надо Вообще Пренебрегать Я вам даю Лучшего специалиста Просто Посмотрите На мои углы Ну и посмотрите На мой нос Без операции Носик Ебанись Так что Эти углы Мне муж купил Этот носик Мне муж купил Этот филер Мне муж купил Муж купил Мне муж купил Короче В общем Доктору Алексу Обязательно Клиника Слипс Ну кто спрашивает Уж Ну все Говорю как есть Когда я что сделал Ребят Если вы хотите Реально Круто Чтобы вам не просто Вкололи Что-то И вроде Прикольно А так Типа Ебать А так Можно было Это только Вот КС Слипс Ребят По другому Просто никак Приезжайте в Москву Из другого города Я вас Уверяю Вы потом На долгие годы Будете ходить Только к Стелле И только к Алексу Поэтому Тут вопросов Как бы быть не может Это мои близкие люди Да Стелла Вообще У Стелла Я делаю нос У Анаит Я делаю брови Это вообще не обсуждается Уже больше 4 лет Диана Моя лучшая подруга Тоже делает Это все постоянно Мы прям Только у них Поэтому Обращайтесь Только к моему Косметологу Потому что Я не знаю Кто вам что там сделает Никакое Не бойтесь Ничего там Все Все не опасно Все хорошо Она очень круто Делает У нее своя Огромная клиника На Новокузнецке Поэтому Запоминаем Брови Эти брови Мне муж купил Брови делаю У Анаит Вот Нос я делаю У Стеллы Все в одном месте Углы делаю У Алекса Все в одном месте Если вы сделаете Если вы сделаете Вот это все Нос По-моему 2012 Стоит брови 108 10 Углы Подороже Не знаю По 30 Видит Может быть По 12 Я не знаю Типа Ребят Если вы сделаете Это комбо Вы потом Желуди будете Благодарить Всю свою жизнь Просто посмотрите на меня Экстра Хак Ради Это не люкс Контент Ну что На этой ноте Я прощаюсь С вами Всем спасибо Подписывайтесь На канал Смотрите Мои стриминные Стоп-тусовки Которые будут Скоро Я вас Очень сильно Люблю Как всегда Будет Влог Из Таиланда Где я катаюсь На яхте На островах Поэтому Подписывайтесь Ставьте лайки И включайте Уведомления О новых видео Всех целую Всем пока Всем привет Я прилетел в Москву Из Тель-Авива И кстати Я взорвем Свои машины Наконец-то И я хочу вам сказать Пару важных слов Которые возможно Вы после этого видео Из Тель-Авива С этим замечательным Саундтреком Трек просто В моем сердце Я просто обожаю Этот трек Под который я монтировал Этот видос Кстати у меня просто Посмотрите Насколько у меня Идеальный просто нос Сейчас И это все Благодаря Стелле Когда вы к ней Будете записываться Обязательно говорите Что вы от Ромы И скулы Просто Unreal Поэтому я и говорю Вам советую Самых Именно стильных людей Которые именно Сделают вам Стильно Безопасно И именно Круто Видите да Результат Кстати Эту кепку купил В цветном Я ее просто Обожаю Итак Машина у меня Двухдверный Мерс Тут можно менять Подсветку на розовый На синий На любой На фиолетовый Здесь у меня Два бульдога Потому что мы Все-таки в процессе И в сентябре Запустим свой подкаст Я надеюсь Конечно Не без сложности У нас Бывало И камера летела И что только Не происходило В общем Что хочется сказать вам Хочу сказать вам Пару слов Не будем говорить Про людей Про все остальное Как бы да Это и так Понятно Избита тема Хочется сказать Что просто Я не могу На самом деле Не могу поверить Я очень счастлив Что у меня Во-первых Благодарен Богу За то что у меня Есть эта камера На которой я снимаю С поворотным экраном И она просто Мега крутой объектив И я очень счастлив Быть снова в Москве У меня нереально Сейчас крутая квартира Я купил новый диван Посмотрите на этот диван Короче я вам скоро Возможно даже рожу Возможно сделаю Наконец-то Рум-тур По своей двухуровневой квартире Хочется меньше Но пока не получается Но дело не в этом А потому что Именно видите Эту стеклянную крышу Я где-то Ну год Два года Я просто визуализировал Я правда визуализировал Белый салон Я загадывал эту машину Я прям представлял себя За ее рулем И сейчас У меня есть эта тачка Она со стеклянной крышей То есть я визуализировал Все то Что пришло в мою жизнь И это меня не может не радовать Это первое что я скажу Визуализация работает Представляйте что вы хотите Не бойтесь желать чего-то Да и представляйтесь Что у вас уже это есть Дальше что хочется сказать У меня появляются банки У меня появляются мышцы Сиськи И меня это не может не радовать Тоже буду держать в курсе На эту тему Ну и что конечно же хочется сказать Что в машине возможно будет больше видосов Потому что я люблю кататься за рулем Люблю ездить за рулем машины Самое главное что хочется сказать Что если вы чувствуете что у вас ничего не получается Ничего не двигается в жизни Я осознал одну вещь Тогда задумайтесь А что вы дарите этому миру? Дарите ли вы любовь? Дарите ли вы какой-то креатив? Создаете ли вы что-то? Меняете ли жизнь других людей? И тогда жизнь вам даст Все что вы хотите Чуть-чуть не без трудностей Это весело Я вот недавно потерял маму Вы знаете Ну вот Но друзья меня вытащили в Тель-Авив Мы классно провели время Я там чисто отдыхал на самом деле Ну и почти ничего не делал Просто приходил в себя Сейчас я в Москве Заряжен работать И Что вам хочу сказать, ребят Позавчера была такая ситуация Или вчера Ночью В 2 часа ночи я в переходе И там женщина убирается Ну уборщица Они походу там живут В этом переходе Там такие комнатки у них И короче Что вы думаете Она одна стоит Убирается И я просто думаю Ну в 2 часа ночи Человек убирается Вроде как с любовью делает Милая девушка Такая женщина И я достаю Свои печенья Я купил в магазине Шоколадку Печенье Ну упаковку большую И я ей это дарю Короче возьмите Она А у нее такая Искренняя улыбка Счастливая Она уборщица В 2 часа ночи в переходе Она расплылась В какой-то лютой Улыбке В такой просто Невероятной И Ну я люблю Короче людям делать Вообще Хорошее настроение Всегда Я желаю хорошего дня Помогаю Когда могу Поэтому мне хочется Стать миллионером Чтобы уже менять жизни Своих друзей Людей Хотя друзей у меня мало У них практически нету Ну как вы знаете Я люблю свою Диану И мы просто Бести-бести Не могу сказать Что остальные На подсосе Но парочку Есть еще Очень хороших Близких людей Слава богу Вот Мне вообще не нужно Отношения Мне никакие не нужны Сейчас Я короче Сам занят собой И еще хочется сказать Что будут моменты Когда у вас будет Такой сделать выбор Ну типа В пользу какого-то Трэша Безумства Ваш мозг захочет Какого-то там Приключения Мы же все любим Авантюру Так вот В этот момент Нужно включать мозги И стараться делать выбор В пользу себя У каждого свой путь Тогда жизнь тебе даст Все, что ты хочешь Согласитесь Это правда Потому что Когда ты начинаешь делать Вот я допустим Употреблял мифедрон Сколько Ну допустим Много Долго Сейчас я прилетел в Москву Мне вообще Это все не нужно Я от этого отошел И у меня сразу Закончилась вся эта депрессия Как бы Ну есть своя Но ребят Мефедрон Никогда в жизни Не употребляйте Это было дно Я уже долгий срок У меня какое-то Появляется счастье Внутри И становишься Другим человеком А те кто сидят На системе Это полная Ну это так Пару слов Ну что ребятки Всем спасибо за просмотр Я долго старался Монтировал этот ролик И он получился Мне кажется Офигенным Всем пока Отличного настроения Трэк Который я поставил Он просто шикарный Всем пока Гайз Вот он Это такого парка Который я очень хотела Пласть Очень много Академ Знаете что это моя мечта Опять мы взяли Прямо К Запрошенного Академ Которым я хотел Поснимать Прямо Влог Ах Вот много Заброшенных Академ Но может Как-то Прократиться Я даже не знаю Это моя мечта Влог Субтитры сделал DimaTorzok